Ассоциация американских урологов И они предложили новый термин для определения болевого синдрома мочевого пузыря БИПС назвали, можно его назвать и по-русски Болевой синдром мочевого пузыря Это сложный симптомокомплекс, который сформирован после трансуретральной резекции Или после внутрипузырной химии или иммунотерапии Доктора отмечают сложности с лечением, сложный ответ на терапию Тут даже разбирался не столько какой-то спазмолитические виды лечения или антибиотика, профилактику А разрабатывалось нечто вроде пациентского, такого пациентно-направленной терапии Когда под каждую конкретную ситуацию доктора подбирали некий клинический анализ ее разбора Как видим на слайде, тут не особо видно, но я прочитаю Даже речь про трициклические антидепрессанты заходила Объемный подход Также была очень интересная дискуссия двух именитых докторов Это Сима Портен и Роджер Ли Была она в формате дебатов Доктора разбирали, что же делать с раком мочевого пузыря, который не реагирует на БЦЖ-терапию Цитаты Сима Портен Мы подтверждаем, что пациентам, не реагирующим на БЦЖ-терапию Требуется спасительная радикальная простатоктомия Лучше ее сделать своевременно, нежели при прогрессировании Я и вторил Роджер Ли, который говорил, что нужно проводить приоритетно спасительное органосохранное лечение Приводил данные своих методов исследования Где по органосохранному лечению в сравнении с цистоктомией Не было различий ни в выживаемости без прогрессирования, ни в окульспецифической выживаемости Также он высказал интересную мысль, что поскольку мочевой пузырь изначально был создан для мочи Не нужно придумывать новые варианты И лучше стараться максимально сохранить человеку орган в этой ситуации Кроме того, рассматривалась отдельная группа пациентов И много докладов было посвящено именно немышечно-инвазивному раку мочевого пузыря Промежуточного риска прогрессирования Один из докладов принадлежал молодому итальянцу, исследователю Пьетро Сцелепоти Который провел ретроспексивный анализ 226 пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря Промежуточного риска прогрессирования Пациенты получали лечение метамицином С и БЦЖ терапией То есть было две когорты пациентов Доктор отметил, что при правильном адекватном введении БЦЖ терапии и терапии метамицином С Пациенты имеют схожие онкологические результаты при сравнении Таким образом метамицин С является жизнеспособной альтернативой для БЦЖ терапии К сожалению, в России давненько этого препарата не видела И злободневный вопрос, думаю, для каждого доктора, который занимается приемом большого количества пациентов Это введение возрастных пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря Исследование принадлежало также итальянцу Джованни Гуано Который анализировал именно возрастную группу пациентов 80+, Которые получили трансуритральную резекцию Получили диагноз немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря Высокого риска прогрессирования с 2016 по 2020 год И как видим, даже красным выделяем, что смертность у 80-летних пациентов С немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря В большинстве случаев была обусловлена смертностью от других причин Таким образом, ученые пришли к выводу, что эту группу пациентов Допустимо наблюдать, даже при высоком риске Кому же можно предложить динамическое наблюдение? Так скажем, этот конгресс был богат итальянскими талантами Тут уже доктор Джулио Авессани прочитал доклад-лекцию О том, кому же мы можем предложить динамическое наблюдение Выделил когорту пациентов, которым это точно можно Это менее или равно 5 поражений, отсутствие выраженной гематурии, отрицательной цитологии мочи И размер менее или менее 1 см Эту группу пациентов он отнес точно к наблюдению Плюс еще выделил опасные факторы риска Это рецидивирующая опухоль, мультифокальность Эффективность внутрипузырного лечения ранее и возникновение раннего рецидива По подсчетам доктора, критериям активного наблюдения Мы можем добавить 2 фактора риска Риска в этом случае И в этом случае тоже можно наблюдать Если факторов риска становится 3 и более В этом случае нужно начинать активное лечение пациента внутрипузырной терапии Доклад также итальянца, опять мне везет Джоанна Палу Который анализировал пациентов немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря С высокого риска с вариабельной гистологией Докторам были выделены сквамозный тип аденокарцинома И сложные гистологии по типу саркомы и лимфомы Было проанализировано и сказано Что в этом случае достоверно повышается риск развития рецидива Было проведено, условно было 2 когорты Пациентам была проведена консервативная терапия и радикальная цистектомия За срок наблюдения 3 года Кумулятивная частота метастазирования за 5 лет В группе радикальной цистектомии составила 21% И в группе органов сохранного лечения 34% Доктор пришел к выводу, что в вариабельной гистологии встречается все чаще В нынешнее время Историческая рекомендация по радикальной цистектомии Больше основана на догме, нежели на доказательствах И может быть серьезно рассмотрена в этом случае сохранение мочевого пузыря Кроме того, изучались уже известные нам препараты внутрипузырного лечения Доктором Клименцем были проанализированы разные токсичности разных видов терапии Исследовался гемцитабин с дацитокселом На протяжении всего лечения не наблюдалось признаков нарастания токсичности У комбинации гемцитабина с дацитокселом Возможно, эта рекомендация когда-то впишется в российские стандарты Поскольку эти препараты являются доступными Ну и теперь такое напоследок самое интересное Исследование называется так же, как и сам препарат ТАРК-210 – это эрдофетинип у пациентов с немощущим вазивным раком мочевого пузыря С мутанциями гена FGFR ТАРК-210 – это специальное устройство для доставки препарата в мочевой пузырь Выглядит она такая спиралевидная трубка Которая вводится в мочевой пузырь посредством уротера цистоскопа И обеспечивает доставку лекарственного препарата И обеспечивает длительное освобождение эрдофетинибы на сроки до 90 дней Получены такие очень интересные результаты И показывают многообещающую эффективность Полный ответ был получен на 12 неделе в 90% случаев А у 86 пациентов сохранялся полный ответ на момент клинического прекращения лечения Случаи нежелательные явления были редкими И укладывались в начальной стадии и легко корректировались Дальше пойдут слайды со сложными словами Первый слайд – это препарат надофороген Ферденвек Протокол исследования включал себя пациентов Согласно протоколу исследования пациент получал этот препарат Один раз в три месяца до четырех доз Этот препарат обеспечил почти половину участников Сохранение мочевого пузыря в течение 60 месяцев Препарат хорошо переносился, не имел нежелательных явлений Исследование Бонд-003 исследовал препарат Кретостимоген В данный момент четко данных за его онкологическую эффективность нет Представлена пока только молекула, которая показывает, как этот препарат работает Работает он на основании внедрения в клетку и переведения ее в естественной смерти к клизису С нетерпением ждем результатов, коли предыдущие коллеги С невыговариваемыми названиями показали себя очень хорошо Первые результаты, которые сейчас уже огласили Которые уже можно было показывать Выживаемость без прогрессирования Это через 12 месяцев составило 96% Выживаемость без цистектомии 92% Причем ни один из пациентов с полным ответом не подвергался радикальной цистектомии Также новый препарат Сосанлимаб плюс Сатузумабгавитекан Тоже сложно выговариваемое название Этот препарат также пока не показал Нам не рассказали про него какой-то повышенной эффективности Пока исследование только идет И очень интересный препарат, который является вспомогателем к БЦЖ-вакцине Которую мы уже знаем В сочетании с БЦЖ-вакциной используется препарат Анктива Который показал свою эффективность И была достигнута стойкая ремиссия у пациентов В первой фазе у 9 пациентов с компонентом ЦИС Или популярным немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря Хочется сказать, что сейчас рак мочевого пузыря Это не какая-то такая застойная веха онкоурологии Сейчас это очень такой иммуногенный рак На данный момент используется более 17 препаратов Одобренных FDA для лечения рака мочевого пузыря Теперь немного пройдемся по АСКО Там будет не так много таких слайдов На АСКО также было представлено ряд работ Которые показывали дальнейшее развитие терапии Резистентного к БЦЖ-терапии мочевого пузыря Также кретостимоген И анонсированы исследования по внутрипузырному введению воралоплазмида Напоследок расскажу про постхок-анализ пациентов Которые не ответили на пембролизма В исследовании Кейнод Который был посвящен резистентному к БЦЖ-терапии Немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря Высокого риска 144 пациента, у которых не наблюдалось эффекта от БЦЖ-терапии 39 пациентам была проведена радикальная апфронцистектомия А 33-м отсрочена А 72 пациентам проведена органосохранное лечение Медиана выживаемости без прогрессирования не была достигнута во всех трех группах В результате этого анализа показано, что онкологический результат абсолютно сопоставим у пациентов Которые получили либо цистектомию, либо органосохранное лечение И важно, что срок цистектомии не влиял на показатели выживаемости Благодарю за внимание Наталья Дмитриевна, позволите один вопрос, а точнее два Я знаю, что Вы клинический онколог и с опухолью кишечника тоже работаете Вопрос будет больше касаться той презентации, которая состоялась на АСКО в этом году Клиническое исследование Ультима в отношении рака урахуса Я знаю, что Вы делали публикацию на сайте Российского общества онкоуролога Вопрос такой, было несколько предшествующих публикаций Схема Фолфокс для лечения карцинома урахуса В этом году предлагают схему лечения Фолфиринокс Как Вы думаете, почему вот такой вот успех именно в схеме Фолфиринокс Что там такая частота объективных ответов 60% Помню, что карцинома урахуса, это хоть находится в мочевом пузыре Морфологически она аденокарцинома Поэтому, я думаю, вот этим и обусловлено Но там была схема Фолфокс, здесь Фолфиринокс Что такого привнесли в схему, что она оказалась более эффективной? Ну, тут сейчас сложно сказать Ну, вот, наверное, и подскажут Они принесли Ирина Текан Ну, это понятно И в целом же, как и в раке кишки Режим Фолфоксири в первой линии продемонстрировал большую выживаемость Без прогрессирования частоты объективных ответов И является неким стандартом в первой линии для сохранных больных Поэтому некая экстраполяция тех же самых лекарственных средств Только в другом дозовом режиме Спасибо И если позволите, тогда, наверное, к президиуму Может быть, Всеволод Борисович прокомментирует Представлены были результаты Киноут 0,57 Использование пембролизумаба при БЦЖ рефракторном раке мочевого пузыря И в целом сейчас результаты показывают Что пациенту можно выполнить радикальную цистектомию И при мышечно-неинвазивном процессе При этом не будет финансовой токсичности В виде назначения пембролизумаба И мы нисколько не потеряем в онкологических результатах Тогда, может быть, пембролизумаб у нас уйдет Из клинреков при применении БЦЖ терапии Я думаю, сложно сказать сейчас, что уйдет, что останется Потому что очень много новых препаратов Много подходов Я думаю, в ближайшие годы покажут нам, что останется, что нет Но, если даже говорить о БЦЖ терапии И отборе больных для органосохранного лечения Мы же понимаем, как урологи Что одна маленькая опухоль G3, которая рецидивирует И которую мы удаляем Это одна история Другое дело, когда у нас субтотальное или тотальное поражение мочевого пузыря И пациент рецидивирует после БЦЖ терапии Это совершенно разные прогнозы Разные больные Разный риск метастазирования Поэтому тоже я не стал бы обобщать это И говорить, что всем нужно делать так или так Если есть возможность, на мой взгляд, сохранить мочевой пузырь И это небольшая опухоль И мы знаем, хирург знает, что он ее удалил Неважно, что это был быстрый рецидив в течение года И после БЦЖ терапии, я бы попробовал пембролизовать Спасибо большое Наталья Дмитриевна, у меня еще один вопрос Я знаю, что в вашем центре активно раньше фотодинамическая терапия использовалась На сегодняшний день эта методика применяется для немышечно-инвазивного Про фотодинамическую терапию? Да, фотодинамическую терапию Методика была только в ВМП-моделях первого-второго раздела А в клинических регминациях его нет Вспомните Бисмарка, пожалуйста Вот, вся причина Причиня по Бисмарку, хорошо Спасибо Спасибо, Сергей Дмитриевна